Добрый вечер! Довольно-таки много узнали о том, в каком контексте может работать продукт, который я вам сейчас покажу. Так что я начну описывать, пожалуй. Собственно, цель проекта создать переносную упрощенную модель дисплея Брайля из дешевых или доступных элементов. В конструкции это выглядит примерно следующим образом. Это пинарт-игрушка, вы, наверное, все их видели, слышали, помните. Магнит очень сильный и Ардуино. Как это работает, сейчас я вам тоже расскажу. С компьютера или с телефона поступает какая-то информация. Это может быть текстовая информация, это может быть картинка. Через Bluetooth-интерфейс или USB-провод она поступает на Ардуино. Ардуино перекодирует буквы, растрирует изображения, переводит их в точки. Собственно, на той штуке, которую я показывал до этого. Таким образом, человек может читать и видеть картинки руками на этом дисплее. Механика работы, на самом деле, это одна из причин, почему мы пришли сюда. Мы пытались разобраться в том, как на самом деле это можно сделать. Потому что вроде идея классная, но кажется, что как раз с инженерной точки зрения она может показаться неориализуемой. В итоге мы пришли к такому решению. У нас есть магнит, который отрицательной полярностью отталкивает от себя стержни. Но из-за того, что видите, оранжевые точки, это крепления, которые сдерживают эти стержни в зажатом положении. Как только приходит какая-то информация о тексте или о картинке, сейчас покажу, как это работает, они отжимаются, и магнитное поле отталкивает их вперед, тем самым формируя тот рельеф, который необходимо увидеть. Как это работает потом? Мы над этим работаем, мы не понимаем, как возвращать их обратно. Есть только вариант делать это рукой. Что дальше? Почему это классно? Почему это может быть актуально? Почему это нужно? Потому что стоимость этого девайса мы почитали, и даже если вкладывать в эту цену на маркетинг, на рекламу, на развитие, оно будет стоить, скорее всего, 8 тысяч рублей, что в 20 раз дешевле, чем любое среднее по рынку устройство. С таким же функционалом. Портативность, вес у этого устройства примерно около килограмма, что довольно-таки мало. Принцип работы, как у обычного дисплея в Брайле. Можно подключить к разным устройствам. Это может быть ваш, не знаю, ноутбук, это может быть домашний компьютер, это может быть смартфон, все что угодно. Также эта штука работает с любым контентом. Если привычные дисплеи с Брайлем, они ограничены только, собственно, самим Брайлем, то здесь можно, не знаю, визуализировать детские книжки. Можно учиться Брайлю с нуля. Есть проблема того, что люди, которые начинают только учить Брайль, им нужен больше кернинг, межстрочное расстояние между буквами, для того, чтобы различать их и чтобы читать их более эффективно. Собственно, учитывая, что у нас есть большое количество стержней, большое количество пикселей, мы можем управлять этим межстрочным расстоянием, для того, чтобы человек быстрее адаптировался к тому, как на Брайле написана большая часть книг. Собственно, все. Скажите, пожалуйста, а насколько актуален Брайль сейчас? Насколько я вот знаю, просто очень многие пользуются уже цифровыми технологиями, и молодые люди, становящиеся слепыми, уже фактически не учат Брайль. Как я сказал с самого начала, в основном проект рассчитан на слепых глухих людей. Это люди, которые не могут слышать информацию, которую превратили в звук. То есть их довольно-таки много, мы примерно посчитали объем рынка. В целом это вполне интересный бизнес-проект, если честно. Если вы вот сейчас уже засядете с лобзиком и паяльником, как быстро вы сможете проверить на практике вашу идею? Отличный вопрос. Мы сегодня закончили ТЗ как раз для инженера буквально пару часов назад, и по повредительным оценкам нам хватит примерно недели на то, чтобы сделать первый рабочий прототип. Использовать те как раз инструменты, которые я вам показал только что. Увеличилась ли команда за хакатон? И еще раз, то есть на что за хакатон, как продвинулись? Спасибо, вопрос. В общем, мы нашли инженера на стороне, они здесь. За два часа до мероприятия я нашел программиста, собственно, вчера он был здесь, и помогал нам как раз, он как раз занимался тем, что переводил буквы в Брайль с помощью Ардуино. Команда пока не сидит, ну, собственно, у нас есть пока два человека новых. Мы что, мы поняли, как фактически с инженерной точки зрения собирать это устройство. Мы посчитали объем рынка. Я сделал очень примерный бизнес-план, над которым еще нужно поработать на самом деле. И это вроде все. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...